Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика 4 класс. Автор Чикин. Часть 1. Задание 281. Чем похожи и чем отличаются формулировки двух данных задач? Задача А. Мотоциклист двигался с постоянной скоростью 80 км в час в течение 3 часов. Какое расстояние преодолел мотоциклист за это время? Задача Б. Цена проката водного велосипеда 80 рублей в час. Сколько нужно заплатить за 3 часа катания на этом велосипеде? Решите задачи, вычислите, запишите ответы. Чем похожи, чем отличаются решения, ответы данных задач? Можно ли утверждать, что эти задачи аналогичны, только в них речь идет о разных процессах и величинах? Какая величина аналогична величине и скорость? В сюжете, описанном во второй задаче. Итак, решаем задачу А. Мотоциклист двигался с постоянной скоростью 80 км в час в течение 3 часов. Какое расстояние преодолел мотоциклист за это время? Чтобы узнать, какое расстояние он преодолел, нам же известно, что каждый час он преодолевал 80 км, потому что его скорость 80 км в час, а двигался он 3 часа, тогда если мы 80 умножим на 3, получим 240, и это километров, это мы узнали расстояние, ну, вот так кратко запишем, это расстояние, которое преодолел мотоциклист. Теперь задача Б. Цена проката водного велосипеда 80 рублей в час. Сколько нужно заплатить за 3 часа катания на этом велосипеде? Итак, цена 80 рублей в час указывает на то, что за каждый час катания нужно заплатить 80 рублей. А спрашивается, сколько нужно заплатить за 3 часа катания. То есть тогда мы 80 умножаем на 3, и получаем 240 рублей. И это мы определили стоимость 3 часов катания. Теперь запишем ответы. Ответ по задаче А. Так, мотоциклист проехал за 3 часа 240 километров. Теперь ответ по задаче Б. Стоимость 3 часов катания-240 рублей. Чем похоже, чем отличаются решения и ответы этих задач? Задачи эти очень похожи. Потому что одно и то же действие в задаче А и в задаче Б мы выполнили, чтобы найти ответ. Ответы похожи. 240 и там, и там. Отличаются они тем, что 80 в первой задаче – это скорость, выражается она в километрах в час. А во второй задаче в 80 – это цена, выражается она в рублях в час. В первой задаче 240 ответ – это километры и это расстояние, которое проехал мотоциклист. А во второй задаче 240 – это стоимость 3-часового катания на велосипеде. Можно ли утверждать, что эти задачи аналогичны, только в них речь идет о разных процессах и величинах? Конечно, эти задачи аналогичны, но в них речь идет о разных процессах. Какая величина аналогична и величине скорость – в сюжете описано во второй задаче. В первой задаче 80 км в час – это скорость, а во второй задаче аналогична ей величина 80 – это цена катания на водном велосипеде за 1 час. 80 рублей в час. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. До новых встреч!